Что еще больше меня заставило выйти из себя, это то, что я узнала, что пластик находится в нас. Каждую неделю ты съедаешь одну пластиковую карту. Анчоу, ты съели люди, бросили. Вот выпили пиво, вот вы пиво купить можете, камон, дойти до мусорки нет. Ну, явно и какие-то свиньи живут. Почему вы берете только бутылки, потому что они в виде бутылки, а упаковку от печенья вы не можете взять. Они говорят, потому что у нас за бутылки нам платят, а остальное мы не можем взять, и все это, несмотря на то, что это один и тот же вид пластика, просто отправляется на полигон. Ну, на самом деле, я читала, что в США, несмотря на то, что, ну, есть мнение, что здесь все развито, хранится, ну, не в США, в Калифорнии, там, где же мы живем, самый большой полигон отходов, который настолько разросся, что его закрыли из-за того, что некуда больше в него складывать. Это катастрофа, это реальная катастрофа, о которой не придают огласки. Я хотела быть честной по отношению к себе, потому что мне важно, чтобы мое тело было здорово. Все не понимают, почему я за кусок мыла должен платить 18 долларов. Я отвечаю за каждый свой ингредиент. Это мое любимейшее занятие. Всем привет! Сегодня будет необычный для канала выпуск. Мы поговорим об экологии. Как в США перерабатывают мусор? Почему люди не берегут даже такой красивейший пляж в Калифорнии? И как превратить любовь к экологии в бизнес? Об этом я решила поговорить с эко-активисткой и создательницей эко-магазина в США Элиной Патуриди. Ну а меня зовут Лена Плотникова, а вы на канале «Приехать в США». И помните, это самый амбициозный канал об эмиграции. Поехали собирать мусор и смотреть все. Только вдумайтесь. В среднем современный человек производит от 1 до 1,5 килограмма отходов в день. Использовав продукт один раз в течение нескольких минут, мы оставляем его гнить в земле десятками, а иногда и сотнями лет. Так, несколько лет назад в Калифорнии появилась крупнейшая свалка во всей Америке – Пуэнте-Хиллз. Достигнув высоты в 150 метров, а площадь в 8 километров, свалка закрылась. И теперь мусор там просто разлагается, а отходы копятся уже в новой части штата. И это всего в часе езды от живописных тихоокеанских берегов. Хотя ладно, что я только про Америку. В России с этим дела обстоят не лучше. Так, если верить российскому экологическому оператору, через 5 лет в 32 регионах России не останется места для мусора. Чтобы наглядно показать, что мусор вокруг нас и даже в нас, этот выпуск будет разделен на три части. Первая – история создания магазина безотходных средств ухода за собой. Вторая – сбор мусора на пляже по Малибу. Третья – центр переработки мусора. Пожалуй, самая интересная часть выпуска. Не хотите оставлять планету в грязи? Оставайтесь с нами до конца. Элина, у тебя есть эко-магазин. И, собственно, из-за него я зацепилась за тебя, как за герой своего выпуска, чтобы рассказать не просто об экологии, а показать человека, который из своей любви к этой теме сделал еще и маленький бизнес, развивает его в Штатах самостоятельно. Расскажи, зачем ты его начала? Для себя просто продукция тебе понадобилась. Хотя, блин, это США здесь. Мне кажется, продукция есть для всех. Ты хочешь сам придумал себе какую-то продукцию, ты можешь ее найти. Зачем тебе это, и как ты, собственно, его началась, чего? Просто однажды мне пришел в голову вопрос, куда девается мусор, который я выбрасываю, потому что его нигде нет. Вот на улицу смотришь, везде все чисто, аккуратно, а мусор где? Ну, что с ним делать? И у меня появилась идея, почему бы не узнать больше, не найти. И как раз-таки тогда я сделала ресерс, нашла себе русскую эко-школу. Что мне понравилось больше всего в этой школе, что тебе не нужно обладать какими-то... Тебе не нужен бэкграунд эколога, тебе не нужны суперзнания. Важно, чтобы это доступно было для каждого, потому что экология – это важно для нас, для поколения. Ну, давай не к этим глобальным вопросам. Мы сейчас берем именно эту нишу как бизнес. Как бизнес. Да, получается, это твое все равно любимое занятие, мне кажется, сейчас уже становится. Это мое любимейшее занятие. Да, окей, вот смотри, ты сидишь на карантине, делать нечего, школу прошла. Ну, как тебе пришла идея делать свои продукты, продавать их, опять-таки, в условиях этой конкуренции? Вот прям степ-бай-степ расскажи, пожалуйста, об этом. Хорошо, степ-бай-степ. Первое, что мне хотелось, это быть полезной. Быть полезной для общества. И мне казалось, после информации, которую я получила в школе, что я, как говорится, я не капля в море. Мне хотелось внести свой вклад. Кто-то меня поддерживал. Кто-то говорил, типа, ну ты же одна, что будет? Ничего не будет. Как и просто обычной девушке, мне было интересно узнать о том, существует ли действительно экологически чистая продукция, которая не несет вреда моему здоровью. И я начала, опять же, делать ресерч, узнавать, какие существуют продукты на американском рынке, какие существуют продукты на русском рынке. И я поняла, что... Их нет, что ли? Я поняла, что их очень много и что нужно пробовать. Потому что я начала заказывать шампуни с разных компаний. Я пробовала, как он называется, Lush, очень знаменитый магазин здесь по всему... Вообще в Москве это же есть. Да, да. Вот. И мне не зашло. Мне не понравилось много. Шампуни вообще нет, кондиционер нет. Потом я пробовала магазины в Лос-Анджелесе, разные бренды. И наткнулась на русский бренд, о котором я слышала давно, Эльска Косметик. Вот. Ну и просто заказала, решила попробовать. И все, ну мне... Ну окей, технически хорошо дальше, что ты предпринимала. Ты поняла, что тебе хочется иметь что-то свое. Да. И делиться этим там с людьми, которые тоже такие же, как ты. Мне понравилась формула именно этого магазина, прежде чем заказать себе всю эту косметику именно из этого магазина и вообще в принципе ее потом продавать, я изучила все ингредиенты, все, каждый, и отвечаю за каждый свой ингредиент, который есть в составе каждого айтема в моем магазине. Получается, ты сама заказала продукцию, которая подошла тебе как потребителю, и ты решила ее, я возможно сейчас грубо скажу, переупаковывать и сделать из этого свой сторс. Это вообще не грубо, я решила стать дистрибьютором магазина Эльска, я позвонила, вообще я научилась общаться с поставщиками, и мне понравилось именно то, как со мной общались, как со мной общалась эта компания, и были даже моменты, когда я спрашивала, ну, потому что я ничего не знаю еще об этом, я ноль, я говорю, ну может быть вы подскажете, как можно это продвигать потом вот. Они мне сказали одну простую вещь, не нужно втирать что-то кому-то, вы должны по-настоящему ее любить, и они вот с таким теплом рассказывали мне о ней, что я ее полюбила на расстоянии уже. Мне хотелось показать миру, что несмотря на то, что это круто упаковано, в конечном итоге, все, что ты приобрел через два года этого не будет на планете, и это очень круто. Но помимо этого, еще результативно. То есть ты не просто покупаешь твердый шампунь, от которого не будет мусора, ты покупаешь шампунь, который делает тебе результат. И при этом... Не портит волосы условно, кожу там и так далее. Да, вообще нет, вообще нет никаких химикатов, нет тестирования на животных. Это вообще одно из самых важных для меня, потому что это очень... Потому что когда я изучала, когда я училась в экошколе, там была огромная тема, посвященная этому. Но в 21 веке, когда мы добились таких результатов, когда общество развивается ежесекундно, в 21 веке до сих пор тестировать что-то на животных, мы уже давно выяснили, какие ингредиенты натуральные, какие нет. Почему они хотят протестировать на животных, потому что там есть ингредиенты, которые могут навредить тебе, человеку. Ну, просто я тогда вернусь к тому, что я хотела быть честной по отношению к себе, потому что мне важно, чтобы мое тело было здоровым, вот и все. И дальше мне важно мое будущее поколение. И мне важно тоже показать людям, что можно жить экологично, пользоваться товарами экологичными. Да, у них будет упаковка, да, у них что-то будет не супер, там, я не знаю, из ряда вон выходящее и так далее. У меня нет, например, кучи денег на рекламу, чтобы все сказали вау, потому что мне написали классный текст, что вот этот супер продукт, вот. Так, мы приехали в центр переработки мусора, и ты считаешь, что это один из полусловно лучших центров, куда ты привозишь мусор, ты уже порисерчила несколько, была в нескольких местах, почему ты выбираешь именно его, и как людям тоже выбирать свои центры, чтобы они точно были уверены, что мусор будет переработан, и все будет супер классно. Да, ну, это вообще зависит от того, где ты живешь, просто нужно сделать небольшое, маленькое исследование, поискать. Здесь можно переработать еще и бумагу, это далеко не в каждом центре можно сделать, а из-за того, что мы заказываем много посылок, там, я не знаю, нам приходит много посылок, там, с Амазон или что-то еще, вообще американцы много получают упаковки. Я подумала, окей, круто, можно, значит, сделать это здесь. Ну, давайте посмотрим, во-первых, какой ты мусор привезла сегодня. Я хочу сразу сказать, что этому мусору, который я копила, ему уже три месяца, ну, то есть я собирала его на протяжении трех месяцев, это бумага. Это у нас одна, а нет, несколько коробок, да, будет? Да, у меня будет несколько. Давай вытащим все, покажем, расскажем просто, что это, как это перерабатывается, и пойдем, собственно, его сдавать. Хорошо, давай тогда начнем с бумаги. Давай, как скажешь? Ага, тогда, давай тогда начнем с бумаги. Первое, что нужно взять, вот, например, у нас есть мусор. Сзади машины всегда стоят контейнеры. Ты берешь этот контейнер, ну, в перчатках, я не знаю, лучше это делать. Вот. Привозишь его к себе. Ты берешь, получается, любой пустой контейнер, правильно? Да, любой пустой контейнер. Мы покажем вообще, что можно сдавать, да? Да. И что из бумажных, или вообще, в принципе, всю бумагу можно сюда привозить? Нет, ну, например, чеки нельзя сдавать. Их нужно... Реально? Да, чеки, на самом деле, не перерабатываются. Я не знаю, если у нас есть в ЛА такой специальный, такая машина, которая это делает. Это, кстати, слово о том, что лучше не распечатывать чеки, а на e-mail просить, да. Ну, часто магазины даже не предлагают такие услуги, и меня, ну, немножко не то, что задевают, но мне так странно каждый раз смотреть, когда ты купил здесь, просто в Америке это особенно удобно, когда ты купил два предмета, и у тебя вот такой вот чек с перечислением магазинов, кодерекламы и так далее, и ты в итоге ничего не купил, но получил вот такую просто личность, и ты не можешь отказаться, потому что у них просто нет функции. Да, да, согласна. С Амазона, когда нам вот приходят вот такие посылки, по идее, внутри находится еще поролон или что-то еще. Я не знаю, как они это перерабатывают, и перерабатывают ли вообще, возможно, специальными машинами отделяют, но я все равно закидываю, и если ты ошибешься, что самое классное, они потом это все будут перепроверять и отправлять в... Просто ты им помогаешь, получается, да, чтобы не весь мусор скидывать, ты им немножко помогаешь, чтобы хотя бы как-то рассортировать. Ну, на самом деле, я уже изначально сортирую просто так, чтобы раз, два, три и уехать быстро. Вот, просто не забывайте, что вот эти упаковки всегда можно, всегда можно переработать. И я стараюсь покупать, вот, например, у меня батончики шоколадные, я стараюсь покупать что-то в бумажной упаковке, у меня пришло там 15 штук, клево, можно переработать. А это, кстати, от моей косметики. Это единственная упаковка, например, на моем кондиционере, бумага, которая легко перерабатывается, вот. И сейчас я просто, если мы говорим о мусоре, что хочу еще сказать, что вот этот вид упаковки, он сложный, потому что внутри находится пластик, но я знаю, что все-таки они это перерабатывают. Но можно еще дополнительно спросить, потому что я спрашивала, они говорили, что можно. Поэтому я сюда. Ну вот, в принципе, весь мой мусор здесь, он... А, и еще самое главное, что весь этот мусор, он должен быть чистым. То есть, если там у меня было овсяное молоко, нужно все это помыть, прям реально хорошо помыть. Весь мусор должен быть чистым. Это никто не объясняет никогда. Просто даже... Я возьму Россию, когда там появились пару лет назад контейнеры разноцветные для мусора, просто говорят выкидывать в разные контейнеры, и все, никто не объясняет, что нужно мыть. Да, да. Почему нужно мыть? Ты просто обречаешь им жизнь, или они не моют, и из-за этого трудно переработать? Ну, как минимум, конечно, ты... Во-первых, да, трудно переработать. То есть, ты, например, смотришь то, что... Вот, смотри, я не знаю, что это такое. А, это у нас кофе пролилось, помните? Вот, например, эту бумагу, ее нельзя переработать. По идее. Мне кажется, что ее нельзя. Я сейчас не буду точно говорить, но я знаю, что если, например, коробка от пиццы, да, там остаются жирные пятна, эту бумагу ты переработать не можешь. Скорее всего, эту тоже мы не сможем, но мы положим, потому что они проверят, если что, можно или нет. Конечно, нужно стараться покупать товары без упаковки, насколько это возможно, но лучше, конечно, взять товар в бумаге, хотя это тоже, знаешь, для бумаги нужны деревья, то есть ничто не экологично. Но это хотя бы что-то из этого можно закомпостировать и переработать, чем пластик, который тоже какой-то можно переработать, какой-то нет. Дальше я расскажу про эту историю. Ну все, ну... Надо все это просто выкинуть. Да, это можно просто вот так вот положить. Но это еще не все. Пусть это... Не, пусть не надо даже им будет собой, чтобы показать, что вот здесь вот есть жирное пятно. И это жирное пятно они переработать не смогут. Но они смогут переработать все остальное. Поэтому большая вероятность, что они это возьмут на переработку. Но типа по идее... Сейчас это, конечно, будет звучать аморально для кого-то, кто новый в этом деле, новичок, да, или кто еще только изучает, что делать дальше с мусором. Но это хорошо бы вырезать просто, чтобы им было легче. Это нормально. Ну это не аморально, это нормально, это капитально. Ну да, ну вот и всякие такие вот вещи у меня просто в машине остались. Окей, смотри, хорошо. Я просто пытаюсь понять всегда технически, как это делать. Если я завтра сяду и начну это делать, у меня должен быть какой-то план действий, правильно? Да. Ты написала им письмо. Они, например, тебе ответили, интересно с вами поработать. Но это же считается, возможно, тоже я ошибаюсь, франшизой, да, практически? Ну, дистрибьюция. Давай тогда объясним понятие франшизы и дистрибьюции. Франшиза – это позиционирование этого же бренда, ты должен соблюдать их лого, ты не можешь придумать свое название магазина. Плюс они тебе дают свой план. То есть хорошая франшиза – это все продумано, они тебе по факту помогают подняться, потому что ты, вот. А дистрибьютор – это человек, ну или там компания, которая покупает продукцию и может ее дальше переупаковывать под свой бренд? Нет, нет. Ты берешь их бренд, берешь просто все на себя и продаешь дальше. Просто ты их товар берешь себе, и ты, я под их же именем. То есть, вот, например, если у меня написано, что это Эльска шампу бар, Эльска, их компания называется Эльска. Мой магазин называется Non-Way Store, но в моем магазине продаются продукты под их названием. Поняла. Ну, условно, Non-Way Store, который продает разные бренды. Да, да. И, кстати, большинство магазинов именно в США, они делают так. У них просто магазин и разные бренды, которые… Получается, если ты найдешь еще какую-то продукцию, не обязательно это будет продукция для тела, для ухода за собой, в принципе, экологически чистая. Ты можешь в своем же магазине добавить, сказать, что у меня появилась такая-то ниша, производит ее дядя Вася в Белгороде. Смотри, когда, опять-таки, вернусь к франшизе дистрибьюции, потому что это интересно. За франшизу часто люди многие не берутся, даже если им нравится эта продукция, и они примерно понимают, как они могут реализовать, потому что нужно вложить достаточно денег. Он исчисляется в миллионах. И у людей нет таких средств, чтобы купить франшизу, или потом они не могут прочитать прибыль, чтобы ее отдать. В этом случае ты покупаешь просто по себестоимости продукцию, или ты все равно должна им какую-то часть отдавать? Как вы делите деньги, я не могу понять. Они продают мне, из-за того, что я заказываю оптом, соответственно, цена идет меньше. Конечно, у них их себестоимость еще меньше, 100%, я не знаю, какая. Но они продают тебе ниже, чем своему потребителю конечному, да? Конечно, да. Ну, потому что большой товар. И ты еще спрашивала про план, вот у тебя должен быть какой-то план быть, когда ты что-то начинаешь. Я ничего не знала, я не знала ни о каком плане, я просто поняла, что если ты двигаешься вперед, просто идешь, вот хоть что-то... Каждый день по шагу, да? Да, ну да, но это, конечно, честно, это самое сложное. Каждый день по шагу? Невозможно. Так вот, нет, возможно. И когда ты просто, вот, например, мне удалось поговорить с поставщиком, и они рассказали столько всего, что тебе еще какая-то дверь открывается, потом еще и еще, и вот так потихоньку я уже, ну, дохожу до того, что уже сайт готов. Блин, я обожаю своих героев, потому что практически у каждого такая история. Кто-то берет одну вещь, узнает, как это работает, понимает, ого, я могу что, взять две? Да, да. И потом это расширяется в какие-то грандиозные масштабы. Окей, смотри, ты берешь продукцию, у них по себе стоимости, и потом сама... Пооптывается. Да. Сама определяешь цены, по которой ты продаешь уже в своем магазине, учитывая то, сколько ты затратила, например, на этот логотип, на эти наклейки. Причем это же нужно просто проговорить, что это кажется, что купила, добавила 20 долларов, сейчас фантазирует 20%, продала, все в шоколаде сидишь, ничего больше не делаешь. Нет, например, вот эти наклеечки сделать, это же тоже большой расход. Эти коробочки, они безликие, условно, ты их не можешь взять, не знаю, после любых кроссовок и положить туда продукцию. Конечно, да. Вот, это упаковочка тоже стоит денег. Давай пройдемся по этой части. Как ты просчитывала стоимость и какие у тебя были первые вложения? Вот, может быть, ты продавала сначала без всего... Я поняла. Всей этой красоты, да. Вообще, у меня было немного денег, я потратила первый раз на все 2 тысячи долларов. Это считается вообще ничего для бизнеса. Вот. Что я просчитала? Я просчитала доставку сюда, я просчитала упаковку, я просчитала, на что идет трата. Это вот на доставку и на упаковку. И на доставку по ЛА, ой, по США. А ты сразу понимала, что можно из этого получать доход или ты сначала это делала без этой мысли? Что-то сначала вложение. Я честно говорю, у меня вообще не было мысли о доходе, потому что я вообще не понимала, может ли такое понравиться кому-то, потому что я немножко поспокойнее в плане упаковок, в плане рекламы. Этого настолько много, что я уже практически не сижу нигде, потому что это очень сильно зацаряет мозг. Хорошо, но тем не менее, ты же хочешь в этом развиваться сейчас, ты постоянно улучшаешь свою продукцию. Как нужно сделать человеку, который в этом начинает? Сразу заводить Инстаграм или через сарафанное радио рассказывать о своей продукции? Я начала, я не знаю, у меня вот так сложилось, что мой близкий круг людей в России, больше в России, у меня была подруга, которая занимается созданием сайтов. Я говорю, давай вместе. Она вообще мне эту идею подкинула, говорит, давай я тебе сайт сделаю. Она мне помогла, сделала мне сайт. Мы делали, мне казалось, что сделать сайт это самое сложное, что просто есть в этой части бизнеса. Оказалось, что это вообще не дело. А должен ли вообще сайт сейчас? Мне кажется, можно сделать сайт в Инстаграме и все продавать через нее? Ты поняла, что нужно обязательно? Я поняла, что нужно, потому что в Америке работает это по-другому. Людям нужен сайт, людям нужно посмотреть на товар, прочитать о нем. Я не знаю, в Инстаграме больше в России это работает, когда ты через Инстаграм делаешь все. Здесь люди любят. И опять же, что интересно, ты не можешь просто взять, например, как в России, привезти там, алло, у нас заказ, сегодня у нас три шампуня, два бодибаттера, можем прям сегодня доставить вам домой. Берешь коробочку и привозишь ее. Нет, в Америке нужно делать все по правилам, не знаю, по каким-то маленьким установленным правилам. Ты делаешь это через почту, независимо от того, даже если вот напротив живет этот человек, ты идешь в почту, платишь, платишь за шиппинг лейбл. Курьерская доставка здесь так и работает? Слушай, не буду врать, потому что, конечно же, здесь все работает, просто из-за того, что мне нравилось, что происходит с Амазоном. Заказал, пришло, ни с кем не контактируешь. И здесь. Отправил, пришло. Давай еще раз все-таки вернусь к этой финансовой части, просто понять, ну, показать, да, какой-то прогресс твоего бизнеса. Вот ты заказала на 2000 долларов. Да, да. Сколько тебе еще понадобилось денег, чтобы все потратить на упаковку на свою собственную? И сколько в итоге ты с этого смогла заработать? Может быть, ты даже не окупила то, что ты вложила? Вообще, у меня постоянно происходит заказ, я постоянно заказываю партии. Вот. Первая моя партия, конечно, ну, она, конечно же, уже давно окупилась, но окупилась она на третьей. На третьей партии. Вот. Потому что, помимо того, что нужно вложить в это, мне нужно было вложить в таргетолога, в инстаграм, в рекламу. И, если честно, я не понимала, как мне продавать. Это, кстати, вот, если говорить об ошибках, я не знаю, какие у меня были ошибки, потому что все, что было и не получилось, все получилось в конечном итоге, потому что я научилась многому. Что в итоге я делала? Почему первая партия? Zero. Потому что все, что было в моей первой партии, разошлось по ЭЛЭ. Все абсолютно бесплатно. Но, что я получила, мне начали давать отзывы, я начала делать статистику о том, например, насколько хватает шампуня для коротких волос, для длинных, для пышных, для еще каких-то. Прикольно. Да. Даже об этом не задумываешься? Когда думаешь о том, чтобы... Да, но просто когда ты видишь, сколько стоит вот этот продукт, сейчас он на сайте стоит 18 долларов, включая такс, включая, если от 45, то включая доставку. И все не понимают, ну, не все, а, соответственно, вопрос, почему я за кусок мыла, все еще это называют куском мыла, обожаю. Почему я за кусок мыла должен платить 18 долларов? И поэтому, а ты должен не... Я не хочу придумывать, я хочу аргументировать, почему это так. Потому что ты можешь пользоваться им месяц, например. Вот я вижу твои волосы, да, я знаю, что тебе он хватит даже больше, чем на месяц, даже если ты будешь пользоваться им каждый день. Соответственно, ты начинаешь думать, так, а я, например, в месяц покупаю... Ну, понимаешь, да? И благодаря этой статистике, своим ресерчем, ты можешь просто говорить людям правду, а люди, ну, правда, она всегда видна. И все. Зачем с мусора? Просто меня уже удивило, что мы пришли, тут сабэ валяется, коробка валяется, какие-то будут... В общем... Я удивлена, что здесь нет бутылок, на самом деле. Кстати, нужно сминать, для того, чтобы большее поместилось. Давай по порядку, смотри, это пакет тебе. Давай, да. Это пакет мне. Коробка валяется. У нас сегодня в планах с тобой разговор, и сбор мусора. Да, да. Но, тем не менее, почему тебя настолько стало беспокоить тема экологии, даже чтобы прийти в эту школу, нужно хотя бы что-то знать, не просто знать, а чтобы это тебя задевало? Ну, вот представь, ты знаешь, примерно представляешь размер Франции. Это большая страна. Так вот, представь, что самое большое пластиковое пятно находится от Гавайи до Калифорнии в океане, и оно составляет размер 3 Франции. 3 Франции пластика плавает в океане. Есть же теория, что никто не видел доподлинно этот остров, да, или как назвать, наверное, остров? Такой нет теории, потому что я тебе фотографии пришлю. Они уже, они делали эти фотографии со спутника, и их можно легко найти в интернете, на самом деле. Просто, чтобы вы понимали, кидают, вот анчоусы съели люди, бросили, нормально? Ты знаешь? Вот выпили пиво, вот вы пиво купить можете, камон, дойти до мусорки, нет. Я просто всегда меня так это возмущала, когда приходишь в лес, в парк, куда угодно, и там, ну, явно какие-то свиньи живут. Я очень извиняюсь, но так и есть. Let's go дальше. Прости, да, я тебя перебила, но это важно. Да, да, можно, много чего можно найти, чьи трусы выставим на offer up. Короче, создали в России сайт No Plastic. Кстати, я всем рекомендую перейти по ссылке, мы укажем, я думаю, обязательно, потому что на этом сайте просто, на понятном языке объяснили то, что происходит, какая ситуация происходит в мире с пластиком и почему меня начало это вообще волновать. Они нарисовали огромного кита. Собираем. Давай. Они нарисовали огромного кита и как бы открыли его живот. То есть, короче, предыстория. На Филиппинах нашли мертвого кита, где он, типа, не должен был вообще находиться. Вот. И все не могли понять, почему, что случилось с этим китом. И когда его начали раскрывать, ну, то есть, они раствороли его тело, и знаешь, что они там нашли? Пластик уже, наверное, этот же, да. Они там нашли килограммы пластика, веревки там всякие, вещи какие-то, бутылки. И то есть, получается, что этот кит, он просто погиб от чего? От того, что его желудок не смог это переварить, и это только один кит. А ты знаешь, недавно я посмотрела на Нетфликсе фильм, честно, я не помню, как он называется, но он про пластик. И сколько вообще? Вот просто мы пять минут прошли, просто гуляем, да. И собрали просто вагон. Как мы туда перейдем? Так мы не спустимся, вот так обойдем, да? Просто внимание, это за пять минут прохождения по береговой линии возле довольно дорогого ресторана в Малибу. Но давай скажем, важно, что это даже не пляж, то есть, это просто скалы, на которых, по сути, даже никто и не должен находиться. да, да, да. Где тусуются серферы. Да, два человека, возможно, там сидят когда-нибудь, и все. Окей, смотри. Подожди, и можно я скажу еще быстро про пластик? Еще что меня зацепило, вот фильм на Нетфликсе, вот все мы видим птичек, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И что мы узнаем? Что если раскрывать птицу, любую птицу, которую ты видишь, любую птицу ты распарываешь, и в ней ты знаешь, что находишь реально пластик. От киндер-сюрпризов, от всего, просто птицы они не различают, они кушают, 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 и они, понимаешь? насыщаются даже этим. но что еще больше меня, что еще больше меня заставило выйти из себя, это то, что я узнала, что пластик находится в нас. Каждую неделю ты съедаешь одну пластиковую карту, вот банковская карта, как наша выглядит, только, конечно же, ты не берешь, типа, пластик и начинаешь его кушать. что это накапливается, да. Да, просто пластик, он распадается на микропластик, то есть это микрочастица, которые ты видишь под микроскопом. и так он попадает в нас, он попадает в нас с пылью, мы дышим пластиком, мы едим его в продуктах. То же самое, если... вон бутылка валяется. То же самое, если, например... Мы можем спуститься сначала. Давай вот здесь, вот. И вот мы все любим кушать рыбу, правильно? Но из-за того, что слишком много мусора, весь пластик, он... Хранится... Большая часть, большая часть пластика, она попадает в океан. И когда... Носок. Просто мы собрали утварь домашнего, просто носок, тряпочку, все под контролем. Так вот, и этот пластик, он распадается на микропластик, и этот микропластик кушают рыбы. И эту рыбу потом кушаем мы. Но суть не в том, что мы едим рыбу с пластиком, а суть в том, что когда рыба ест пластик, токсины, токсичные вещества, они попадают в ее организм. Соответственно, мы не можем кушать рыбу. You see? Мы не можем кушать рыбу, потому что она заведомо плоха. И если... И существуют такие штуки, что выращивают рыбу на фермах, да? И это, казалось бы, более экологичный, я не знаю, более экологичный способ. Но на фермах там тоже ничего хорошего не происходит. Чем они питаются, неизвестно. Маски — это вообще отдельная история. В океане сейчас плавают миллиарды тонн масок, потому что их неправильно утилизируют. Но проблема еще есть, знаешь, в чем? А куда утилизировать? Типа как? Ну, вот смотри, когда мы говорим о Штатах, у нас сразу в голове возникает идея, что здесь все совершенно. И из-за этого мы думаем, что переработка мусора уже настолько развилась здесь, что люди сортируют его. Откуда у нас все? Те же технологии в Москве переходят, эти контейнеры разноцветные для разного вида мусора. Все отсюда. Соответственно, есть ощущение, что здесь настолько культура развита, что и перерабатывают классно, и собираются классно. Ты знаешь что-нибудь о том, как здесь именно перерабатывают, куда это все уходит? Может быть, это ошибочно считать, что США далеко в этом ушли? Ты знаешь, мы знаем, что все Штаты, у них свои правила и так далее. Вот, если говорить конкретно про Лос-Анджелес, раньше очень большие города, не только Лос-Анджелес, не только Америка, большие города Европы, весь пластиковый мусор, не весь, а две трети, это очень много, две трети мусора забирал Китай. И Китай покупал этот мусор. Соответственно, люди еще наваривались на том, что Китай берет этот мусор. И когда он поступал в Китай, большинство этого мусора оказывалось все равно мусором и не шло на переработку, потому что ты не можешь выкинуть просто бутылку, в которой, например, был, я не знаю, пропавший сок, который не допили. Потому что платье должен быть чистый. Если ты хочешь отправлять это на ресайкл, то все должно быть чистое. Ну и Китай, ну и короче, несколько лет назад, я точно не помню, Китай ужесточил меры, Китай ужесточил меры, настолько, что мы не можем больше сотрудничать с Китаем. Ни Америка, ни другие. Он изучил в плане, они не принимают определенный вид мусора? Потому что там настолько жесткие меры теперь, настолько жесткие правила, что мы не можем контролировать этот мусор. Не может один человек, ну не знаю, не может там правительство контролировать, что там 6 миллионов человек выбрасывает. Хорошо, и получается весь мусор, который раньше уходил в Китай, остается здесь, на две страны. И все, и как бы это большая проблема. Ну на самом деле, я читала, что в США, несмотря на то, что, ну есть мнение, что здесь все радует, хранится, ну не в США, в Калифорнии, там где же мы живем, самый большой полигон отходов, который настолько разросся, что его закрыли из-за того, что некуда больше в него складывать. Да, представляешь, сколько таких вообще полигонов вообще во всем мире. Хорошо, а ты знаешь систему, как, например, все равно штаты борются и как борются Россия, и можешь ли ты сравнить? Я еще хотела сказать, вот то, что мы сказали, поговорили про Л.А., но очень важно сказать, смотри, арбуз, просто покушали, базочку оставили, я просто, я иногда смотрю, думаю, серьезно, базилики сердечки, романтик. Да, они, смотри, все-таки привержены к красоте, но, видимо, только вот к пластиковой. Вот этот поролон, он вообще не перерабатывается, его невозможно переработать. Вон еще один арбуз. При том, что она, подруга, она такая твердая. Это пластик. А, это такой пластик твердая? Она просто как тарелка обычная, как стекло. Ну, у тебя есть еще? У нас есть, мы взяли пакет. На самом деле, арбуз можно оставить, то, что он может быть хоть как-то разложен. это природный продукт. Да. Ну, не знаю, как разложится он или нет. Ну, все-таки ты знаешь, какое-то различие, да, России и США в подходах к переработке. Да, я скажу про Россию и США, еще хочу важно очень заметить про Сан-Франциско, потому что это очень, этот город является лидером по переработке, отходов пищевых. Это очень круто, да. Они уже дошли до того, что 80% пищевых отходов, 80% пищевых отходов всего города отправляется на компостирование. Ты запомнила, что надо делать? Это очень просто. Покажи, что надо делать. Да, у тебя есть алюминий, да. Вот возьми маленькую какую-нибудь, ведрован, белое-белое. Она занята. она занята? Ну, 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 но оно, да, я думаю, да. Вот, что у нас? А, еще, если, ну, вот у меня, каким это должно быть, грязным или чистым? Чистым, конечно. Да, это должно быть чистым, обязательно все помыть. И, видишь, у меня, я знала, что я везу в центр переработки, поэтому у меня бутылки, они были не смяты. Тут большинство бутылок, они не смяты. Вот. Потому что я знаю, что здесь есть специальные прессоры, которые сминают продукцию, ой, продукцию, которые сминают мусор, да, и это создает, это позволяет больше увезти на переработку в одной машине. Это тоже хорошо, потому что, машина, она тоже выпускает газы, это тоже вредно для environment и так далее. Так вот, но если ты делаешь это дома, если у тебя дома стоят баки специальные, то лучше, конечно, максимально их вот так вот смять, потому что ты не знаешь, что дальше, куда это все повезется и так далее. Но мы можем просто закинуть, да, но еще я реюзаю пакеты, переиспользую их. Кстати, вот алюминиевые банки, они должны быть чистые, их очень сложно отмыть от рыбы, допустим, вот это от масла, но я просто ставлю в этот... Постодомоечную машину, да, и все. Давай все это высыпем, да? но пакет оставляем, потому что пакет можно переиспользовать. А я здесь наблюдаю за людьми, которые приезжают из ресторанов, и они привозят прям по 4 пакета вот таких вот, не вот таких, а мусорных огромных пакетов, и это все сдается. Я не знаю, сколько они с этого получают, но это круто, что я думаю, что именно это их мотивирует большинство. Ну, просто не выкидываешь таких объемов, да? Да, все, отправляем обратно, и дальше пойдет мусор пластиковый. И я здесь расскажу, что мы можем переработать, что нет, но все мы будем закидывать в одну корзину, потому что они это переработают, так не нужно делать, но сегодня мы так сделаем, они это переработают, то есть лучше максимально упрощать им работу, у них очень много обязанностей. Давай. Так, давай по порядку. Давай. А бутылки бесконечные, которые покупают, мне кажется, все здесь? Это огромная проблема, и в России тоже, на самом деле, просто здесь это более популярно. Вот эту бутылку, я не знаю, можно ее переработать. Чем она отличается от той? А вот она, на самом деле, ничем не отличается, у нее такой же маркировка номер один. Если вот эту бутылку они берут перерабатывать, то вот эту, возможно, они не возьмут на переработку. Почему? Я не знаю. Я под... У меня... Подержи. У меня был такой вопрос к менеджеру, когда я разговаривала здесь с ним. Допустим, вот есть... Сейчас, это уберем. Допустим, давай найдем маркировку. Смотри. Какая маркировка? Единичка. Вот, у меня был такой вопрос. Почему я не могу переработать вот это? Если это создано из такого же маркировка номер один, такая же маркировка на бутылке, один и тот же пластик. В чем прикол? Почему вы берете только бутылки, потому что они в виде бутылки, а упаковку от печенья вы не можете взять? Они говорят, потому что у нас центры принимают только бутылки, за бутылки нам платят, а остальное мы не можем взять. И все это, несмотря на то, что это один и тот же вид от пластика, просто отправляется на полигон. Вот такие вот контейнеры от супов перерабатывают? Они, смотри, да, они, вот, значок, нужно запомнить, что это не перерабатывает, ну, в LA ничего не перерабатывается, скажу сразу, я объясню чуть позже. В LA кроме бутылок ничего не перерабатывает? Дают огласки почему-то. Так вот, в общем, вот это вот все, то, что мы берем на вынос, да, to go с собой, delivery нам делают, это все, ничего не переработает. Вот эти упаковки, они не перерабатываются тоже. И я вот взяла, здесь был шпинат, и я хотела показать, что можно брать шпинат в такой упаковке, а можно брать шпинат просто с зелень, и все, да. Как странно? И все равно они умудряются туда такую ленточку, проволоку туда сделать, чтобы завязать этот шпинат, я думаю, ну, боже мой. Так интересно, что здесь написано органическая продукция, получается, что из органического там только именно продукта, а вот это вот все пойдет на то, чтобы быть неорганическим. Я тебе скажу больше, здесь написан сайн, например, номер 5, да, и, ну, ладно, здесь номер 5, я не помню про номер 5, ну, например, иногда на чипсах написано там номер, тоже не буду врать, например, номер 2 там, да, и написано маленьким шрифтом, возможно, в вашем городе вы не сможете это переработать, но большими буквами написано перерабатываю мою упаковку, you can recycle it, да, и они как бы вроде написали, вроде бы отказались от ответственности, короче, и типа, это просто маленькая бутылочка воды со сложной максимальной упаковкой, тут и алюминий, и пластмасса, и все такое, я думаю, серьезно, и тут написано, please recycle, ты заметь, я просто хочу показать, что я не вру, и это реально, пожалуйста, recycle сделайте, интересно, как же его ресайклась, потому что заводов, которые могут это переработать, немного. Как сегодня люди узнают о твоей такой косметике, и как увеличилась с первой продажи до сегодняшнего дня процентное соотношение покупателей? На самом деле, первые 4 месяца у меня не было покупателей вообще, на моем сайте было 0 заказов, 0 заказов, но при этом все это время я раздавала, 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 раздавала свою продукцию, потом началось сарафанное радио, конечно же, все такие, а, ну да, как обычно, все говорят про сарафанное радио, но это реально работает, потому что если это качественно, значит сарафанка работает. Я сделала книжечки, можно сказать? Да, конечно. В общем, просто мне пришла идея из-за того, что я в бьюти-индустрии, и я знаю людей, у которых оунеры салонов, бьюти-салонов и так далее, я подумала, почему бы не сделать книжечки, пока ты, пока твой кастомер, клиент сидит и просто там ждет, пока ему волосы, например, ждет, он может просто полистать и что-то новенькое узнать, а может, может просто полистать ничего. Можно я посмотрю? Да, конечно. И я подумала, как сделать так? Ну, это максимально просто. Я написала, я сделала просто картинки своей продукции, поместила туда короткий текст, и как быстро перейти на мой сайт, для того, чтобы посмотреть. Ты просто делаешь этот QR-код, раз-два, и ты уже на сайте смотришь. Блин, я впечатлена. Мне так это нравится. И вот, кстати, сейчас салон, в котором я работаю, я поставила там книжечки, вот это было вчера. Приходит клиент, он просто сидит, потому что он ждет, по жданию своего очереди. Он говорит, о май гад, что это такое? Это честно, кстати. И это был первый раз, когда я за два месяца, потому что я все время работаю, а тут я оказалась там же, где и клиент, и она сидит и спрашивает у нашего администратора, а что это за продукция? Проблема нашего мира еще в том, что пищевые отходы, выбрасываются в таких масштабах, что они создают тоже экологическую проблему, потому что когда банан, например, он начинает портиться, он выпускает метан в конечном итоге, а метан, он способствует нагреванию планеты. Видишь, ты видишь, вот просто, да, да, и честно говоря, когда ты смотришь со стороны на картинках, на такой пляж, Малибук, Тихий океан, Калифорния, да? Кажется, что здесь настолько идеально, здесь отдыхают те же голливудские звезды, их снимают папарацци вот на этих пляжах, на которых мы с тобой ходим, и они среди этой грязи. Я уже не говорю о каких-то пляжах, которые находятся в небольших городах, или густонаселенных городах, где маленькие пляжи, как мы, Краснодарский край, тут же, знаете, столько людей, и там, мне кажется, адское количество отходов. Наверное. А что, по-твоему, должен делать город или там отдельная страна для того, чтобы это снизить или делать отдельный человек? Я считаю, что это по-любому нужно делать на законодательном уровне, это должно быть образом, это должно быть, должны вводиться какие-то штрафы, да ладно штрафы, должны строиться заводы по переработке, вот, например, Москва. Да, мне кажется, должна быть системность в этом. Москва отличилась тем, что вот они, я не знаю, сколько там заводов сейчас по переработке, но два-три у них точно есть, и они, я думаю, я, конечно, надеюсь на то, что будет все лучше и лучше, но сама суть того, что там есть заводы, которые могут переработать не просто пластиковую бутылку, как это делают в ЛА, они могут переработать разные виды пластика, это уже круто. Хорошо, а несколько советов людям, которые задумываются об экологии, но задумываются, знаешь, так немножко мечтательно и ничего не делают для этого, с чего им начать, каких-то три шага самых элементарных. Обратите внимание на то, какие одноразовые вещи в вашей жизни существуют, и попробуйте понять, можете ли вы их заменить многоразовыми или нет. Например, я нашла прикольную такую тему, вот есть ватная палочка, да, ушная палочка, там, не знаю, ватная палочка, и есть прикольная замена, она сделана из пластика, да, это пластик, но не миллиард тысяч пластиковых палочек, это одна пластиковая палочка, на двух концах у нее силиконовые, ну, типа, насадки, все, ты можешь ей пользоваться миллион лет, и у тебя не будет никакого трэша, а между прочим, в океане едят черепахи эти палочки, они умирают, ну, там, вот там вот, вот там красиво, но внутри все очень плохо. Ну, окей, а что касается, часто переходят люди на многоразовые трубочки, щетки деревянные, на многоразовые трубочки, это прекрасно, ну, но трубочку вообще нельзя переработать, ни одну соломенную трубочку нельзя переработать, она сложная. А что касается бумажной трубочки, которую сейчас начали вводить, особенно в Америке, в очень много заведения. это намного лучше, потому что бумагу можно компостировать, то есть бумага может превратиться в удобрение в конечном итоге и не оставить за собой мусора. Это то же самое, как моя упаковка для продукции, коробочка, да, она из крафтовой упаковки, она может разложиться. Ну, факт остается фактом, что мы прошли, не знаю, несколько минут и собрали достаточно мусора. но, кстати, это еще вообще немного. Я была удивлена, потому что, когда мы приехали сюда, я сказала, что мы выберем рандомный пляж и там в любом случае будет мусор. Да, да. Мы еще зашли и там не так было много мусора. Да, я подумала, блин, что мы будем снимать? Оказалось, что всегда найдется, что снимать. Мне кажется, хороший совет людям, которые, ну, хотя бы чуть-чуть задумываются, когда они идут на природу и видят чужой мусор, я думаю, никому не составит труда просто взять пакет и его собрать. Да, да, сказать, что это плохие ребята, которые его оставили, но, тем не менее, с вас не станется, если вы соберете и куда-то отвезете, куда вы отвозите. Ну, да, или даже вот сзади мусорка стоит, даже просто положить в нее, да. Давай пройдемся по твоей продукции. Давай. Покажи сначала самую любимую продукцию здесь, чем ты чаще всего пользуешься и чтобы ты первая, первая бы презентовала, когда человек спросит, что у вас есть. Вообще, самый топ, это не только даже для меня, но, как я выяснила, среди, когда я делала ресерч, всем абсолютно нравится шампунь, что для меня было, шампунь и кондиционер, то есть для ухода, для волос, что для меня было, на это я не рассчитывала вообще, потому что для наших волос, это же наше все, волосы, мы готовы тратить огромные деньги. В итоге, Solid Bar, Vegan Solid Bar подошел, всем нравятся шампуни, потому что они пенятся, потому что... Шампуни, это... Да, ну вот, допустим, да, ну, у меня есть разные шампуни, у меня есть шампуни абсолютно для разных типов волос, для крашеных, тонких, нормальных и так далее. Это очень популярно, и кондиционеры, кондиционеры, это вообще топ. Это тоже кондиционеры? Да, это кондиционеры. Тебе для твоих волос, ты будешь пользоваться им, ну, два месяца, это пошур, если нет, я верну тебе деньги. А если есть люди, которые смотрят мой маленький блог, они могут увидеть, что в каждом выпуске у меня разная длина и цвет волос. Я над ними издеваюсь, но смешно. Ну, короче, к тому, что если шампунь держится месяц, то параллельно кондиционер держится два. Вот это круто же. Вот, дальше очень, очень популярны масла для тела. Это масло для тела. Это масло для тела. Серьезно. Но вот это, оно пахнет, как джунипер, это можжевельник. Я не знаю, ну как. Ну, что-то похоже, да. Смотри, у тебя есть сайт, у тебя есть бренд, у тебя есть инстаграм, и я думаю, что для всей индустрии красоты тебе нужна лицензия, что просто так нельзя это открыть, как кажется. сертификаты качества, Как все это происходит, как ее получить, трудно ли это сделать? Вообще, это, да, это не то, чтобы трудно, это очень долгий процесс, особенно в связи с пандемией, когда все закрылось, это, во-первых, это требует много денег, на каждый айтем нужны деньги, на каждый вид товара. Во-вторых, изначально, когда ты закупаешь товар, ты просишь лицензию, ты просишь сертификаты качества, то есть все стандарты у меня есть европейского качества, и сейчас я работаю над тем, чтобы получить RDA сертификат и все остальное, потому что это занимает просто время. Ну, они предоставляют тебе эти сертификаты, правильно? Но ты же должна себя иметь. Американские сертификаты они не предоставляют, американские я делаю здесь. Тогда, на примере одного продукта, расскажи, как это сделается. Ты отдаешь какую-то лабораторию, тебе проверяют косметику, правильно там все написано на сайте. Если кратко, да, ты отдаешь в лабораторию, проверяют косметику, и в итоге делают вердикт. Для этого ты должен заплатить деньги, пройдет, не пройдет, опять же, никто тебе их не вернет. Любое дело, когда ты им горишь, когда оно твое, и когда ты действительно искренне делаешь не просто потому, что ты хочешь заработать, а у тебя есть какая-то другая мотивация, первая, а потом уже, понятно, что мы все хотим зарабатывать тем, что нам нравится делать. Да, это нельзя скрывать, что я это делаю, сейчас зарабатываю где-то в другом месте, а делаю это просто так. Все мы хотим в идеале заниматься только тем, что нам нравится. Я и позиционирую этот канал, как канал, который может рассказать такие истории. Тогда давай завершать. Мы с тобой с тобой были вообще везде. Много сделали. Просто я сейчас у тебя глазами уже, знаешь, мне кажется, горящие. Да, мы с тобой сделали большое дело, мне кажется. Прошли, собирали мусор, посмотрели, как это все утилизируется, рассказали, как это сделать. Может быть, вдохновили кого-то. И я надеюсь, что вдохновили не только хранить вообще планету свою и свой дом, но вдохновили на то, чтобы постепенно делать то, что вам действительно нравится, даже если кажется, что это нереально. Стучать, писать, просить друзей, приходить ножками, давать руками или рассказывать о том, что вы делаете. И все равно у вас получится, я уверена, в этом. Когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, я это продвигаю максимально. Поэтому подписывайтесь как всегда на меня, отдельно на Элину, на ее магазины. Можно смотреть, как она развивается, черпить какие-то идеи, вдохновляться. И, конечно, на этот канал, ведь здесь так много разнообразных профессий и бизнесов. И знаешь, тут фейерверк. Да, да, да. А можно сделать его? Можно. Классно. Ого.